Приветствую вас. Я бы, наверное, начал бы с того, что порекомендовал бы вам последовать совету коллеги, который вам ответил уже на вопрос, на момент записи этого ответа он у вас один бы. Вот. Потому что рекомендация, на самом деле, хорошая, правильная. Вам сейчас нужно расставить приоритеты, чтобы не навредить себе и, может быть, не навредить ребенку своему. Вот. То есть это вот то, с чего нужно начать. Но я понимаю, что вы пришли-то, в принципе, за помощью именно в контексте того, что вам делать в той ситуации, в которой вы оказались. И вы спрашиваете нас, что вам делать. Ну, для начала хотелось бы утверждить вопрос, что делать с чем? Что делать, чтобы что? Знаете, я не очень люблю подобные вопросы. Вот. Всегда я стараюсь отвечать на вопрос наиболее полно, но в этой вашей ситуации, которую вы описали, не очень понятно, чего вы хотите. Да что вы говорите? Вот мой, значит, мужчина, отец ребенка мне изменил, я не могу его простить. Почему изменил? Что им двигало? Знаете ли вы причины, по которым он вам изменил? Хотите ли вы понять эти причины? Желаете ли вы, там, как-то отношения со всем ребенка восстановить? Или вы твердо решили для себя, что нет, я не буду двигаться вперед? То есть это вот первый момент, он важен на самом деле, потому что из этого прямо вытекает то, чего вы сами для себя хотите. Вот. Далее, вы пишите, что я не могу его простить, но при этом мне нравится другой мужчина. Вроде возникает вопрос, если вам нравится другой мужчина, значит, соответственно, первому молодому человеку вы внимание уделяли, ну, так вот. Поскольку, поскольку, да? И, соответственно, если вы уделяли своему первому молодому человеку внимание поскольку, так может быть, именно поэтому он вам и изменил, как раз таки из-за того, что вы, может быть, не уделяли ему должного внимания. Понимаете, в чем дело? То есть, здесь все взаимно связано, нету, нет каких-то, нет каких-то, знаете, ситуаций, которые бы никак не влияли на вот то, что сейчас с вами происходит. Это следующий момент. Далее. Далее. Вы говорите, что я не могу простить, значит, мужчину за то, что он не изменил. Ну, хорошо. Вас можно понять, можно понять, почему вы не можете простить мужчину. Это, действительно, серьезный такой, серьезный такой поступок с его стороны. Но, посмотрите сами, как получается, вы не можете простить мужчину, да? Но при этом, при том, что вы не можете простить мужчину, вам нравится другой, хороший человек. И я хотел бы вас спросить, а как вы для себя разделяете вот эти вот два аспекта? Аспект невозможности простить отца ребенка, и, соответственно, вроде как позиция в контексте, ну, в контексте осказбленной женщины, которую изменили. А с другой стороны, симпатия к другому. Как вы это, вот, сами для себя, как вы это укладываете? Как вы разрешаете это противоречие? Потому что противоречие все же есть, оно довольно серьезно. Это вот такой момент. Собственно, собственно, из разрешения этого противоречия и будут вырисовываться ваши дальнейшие действия. Ваши дальнейшие шаги какие-то по налаживанию своей личной жизни. Значит, далее вы пишите, что другой молодой человек меня игнорирует. В тот же момент, почему он вас игнорировал? Было ли когда-то, что он вас не игнорировал? Как давно он вам нравится и, собственно, как давно вы знакомы с ним? Ну и в тот же, в общем, все такие важные моменты, о которых нужно разговаривать, разбираться и так далее. Вот. Значит, далее. Далее, что я хотел вам сказать еще. Что? Значит, вы сами сейчас себя догоняете в некий угол. То есть, вы, с одной стороны, переживаете измену своего мужчины, отца, ребенка. Это, безусловно, очень тяжело. Но, с другой стороны, вы из одних отношений пытаетесь сразу эти другие, а это все-таки не то, что является для вас правильным. Потому что получается так, что вы, по сути дела, просто-напросто используете людей вокруг вас, да? Используете людей для удовлетворения своих потребностей. Вот. Это не есть хорошо. Хорошо и не есть правильным. Значит, вы подумайте, в первую очередь, чего вы сами для себя хотели бы. Подумайте, в первую очередь, что вам самой нужно. Подумайте, как этого можно достичь с наименьшими для себя потерями в данный момент. Это тоже очень важный аспект. Например, если вы сейчас, значит, ну, у вас ребенок, да? То, может быть, имеет смысл сейчас, пока, остаться с отцом ребенка. Чтобы он вам, отец, я имею ввиду, как-то помог, сказать, на ноги вот первое время, пока ребенок будет грудный. Потому что понятное дело, что для того, чтобы вступить в отношения с беременной женщиной, нужна достаточно сильная любовь, достаточно сильные чувства и, собственно, плюс к этому еще и ресурсы. Ресурсы для этого, вот. А ресурсов, как вы понимаете, может и не быть. То есть вот этот вот такой важный момент, на мой взгляд, который, ну, нельзя отбрасывать со счетов. То есть есть ли у мужчины, который вот вас игнорирует сейчас, ресурсы необходимые для того, чтобы обеспечить вас, зная, что вы беременны. Вот. Это очень важный момент. Собственно, на ваш вопрос, что делать, я думаю, можно ответить именно так, вот в таком контексте. Вот. Понимаю, что, может быть, ответ не полный, не совсем полный, вот. Но для этого вы дали достаточно мало информации, и чтобы ответить вам более полно, соответственно, вам нужно предоставить больше информации о себе и о том, например, сколько вам лет, как долго вы вместе с отцом, с ребенком. Ну и так далее, так далее, так далее. Точно нужно работать. А так бы, исходя из очень маленького количества информации, говорить вам, что делать, ну, было бы безответственно, по крайней мере, с нашей стороны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если есть какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Помогу. ПОТПИВАТИСКАlicht